Ну что, ребятки, сегодня 1 сентября. Сегодня у меня вообще насыщенный будет день. Первое. Во-первых, поздравляю всех, кто есть у нас в зрителях, у кого детки пошли в школу, кто-то, наверное, в садик. День знаний. И наши дети тоже пошли. Мы пока будем обучаться онлайн-образованию. Вот, загрузили Тёмки в школу. Он сегодня тоже пошёл в первый класс. Уже первый урок математика. И он решает предметы. Как тебе, Артём, первое впечатление? Хорошо. Или слешновато? Слешновато. Ну ничего, школа-дел такое. Так, ещё на сегодня есть такая задача, как забрать заказ. Нам пришёл матрасик. Мы сюда вот что-то сразу не заказали. И получается, что как бы мягенько сюда просто ложить сейчас новорождённого. Сейчас придёт матрас, я его заберу, кокосовый, как нужно. Вот, и вам покажу, что из этого получится. И по цене тоже сориентирую. У нас тут, короче, подрыв по тревоге. В домофон позвонила из поликлиники медсестра. Давай мы такие, пусть-то начали собираться, одеваться. Всё, доктор посмотрел, дал рекомендации. Да, как тебе нравится? По крайней мере, всё вынятно и нормально. Да, сказали, что куда идти, там, что куда прикрепляться. Насчёт прикрепления мы ничего пока не решили. Просто есть моменты по-екатерининской, которые мы, возможно, потом расскажем. Такой честный отзыв оставим про эту клинику. Поэтому мы пока не знаем, что, откуда и куда. Вот, смотрите, наблюдайте. Чуть позже всё это будет обязательно на канале. Пока тут варю супчик, мне тут на почту приходит письмо. Россия для семей с детьми. Здравствуйте вас из Дети, или вы только планируете расширение семьи. В этом письме мы расскажем, какую господдержку могут получить родители и дети. Та-та-та-та-та. Пособие беременным женщинам. 6-300 ежемесячно. Пролетаем, уже родили. Выплата на детей до 3-х лет. Около 11 тысяч в среднем по стране. На детей до 3-х лет. Можем подать выплату на детей от 3-х до 7-ми. Так, в принципе, подаем. В зависимости от региона. Пособие на детей от 8-ми до 17-ти лет ежемесячно. Ну, тут, короче, ещё нам нету. Так, материнский капитал. 184 тысяч для семей с одним ребёнком. 639 для семей с двумя и более детьми. Сертификат на материнский капитал опускается автоматически на госуслугах. Первый ребёнок, на которого был подан материнский капитал, уже получил пастор. Компенсация до 50% за путёвку в лагерь. Так, в ближайших планах сервис записи, кружки и секции многое другое. Как ещё государство помогает семьям? Больничный по болезни ребёнка до 7 лет. С 1 сентября 100% заработка не зависит от стаза. Слушайте, вот это крутой пункт. Бесплатное горячее питание для начальных классов. Круто. Льготная ипотека под 6% для семей, в которых в 2018 год родился ребёнок. Ну, окей, нам не нужно погашение ипотеки для многодетных. До 450 тысяч рублей для оплаты кредита на покупку жилья. Вот. То есть, если мы сейчас заморочимся резко с ипотекой, у нас есть, получается, мат-капитал 1, там, с дополнением, да, если индексируют, и 450 тысяч рублей. Ну, в принципе, нехило, но пока нас это не интересует. Вот. Такие вот поддержки. Так что, если вы планируете стать родителем, то, знаете, государство чуточку помогает. Ну что, я выехал, значит, в ЗАГС, чтобы получить весь свой рождение. Я надеюсь, что всё получится. Самое, что интересно, рожали мы в клинике Екатерининская. ЗАГС тоже называется Екатерининский. Прикольно. Такой здесь прикольный сквер перед ЗАГСом. И вот он сам ЗАГС. Осталось 200 метров. Ну да, слушайте, конечно, красивое, даже очень здание ЗАГСа. Екатерининский зал. Так, вроде как нужно получить нам свидетельство о рождении. Нам нужно свидетельство о заключении брака, выписка вроде как вот это нам подойдёт. И два наших паспорта. Вообще, конечно, полная жесть. Минут 40 простоял в очереди, потому что вовнутрь пускают только по одному. И в итоге выходит женщина и говорит, что ты рекури, сегодня всех мы не примем. Ну как бы это ладно. Я говорю, а получить свидетельство о рождении? Нет, у нас не получают. А хотя на сайте чётко написано, что получают у них. Я, короче, если честно, прям немного в шоке. Пришёл сюда, здесь какое-то свидетельство нужно из роддома. А нам ни хрена не дали. Короче, ждите полный отзыв о этой клинике, о роддоме. Короче, сделаем попозже. Всё выложим обязательно, потому что это, конечно, полная жесть. Ничего толку не дали. И вот сейчас я опять простоял минут, наверное, 30. И в итоге, видимо, я сейчас опять туда поеду. Но перед этим, конечно, позвоню. Приезжал я, значит, в клинику. Сейчас буду решать вопрос, значит, по поводу этой справки какой-то. Да, и ещё по поводу всех ошибок, которые есть вообще в принципе, в целом, но документы. Так, вроде всё решил, вроде мне всё поменяли. У меня буквально осталось полчаса, чтобы дрефить до ЗАГСа. Попробовать получить свидетельство. Я очень надеюсь, что я сегодня добью этот вопрос. Эх, как меня ненавидели сотрудники ЗАГСа, что я самый последний на последних минутах. Но я получил свидетельство малому. Добил, добил этот денёк. Короче, ещё пару моментов сегодня. И можно ложиться спать. Так, где-то в начале выпуска, помните, я сказал про матрас в кроватку-люльку. Вот, вроде пришло уведомление, что заказ поступил в точку самовывоза пункта. Это прямо возле дома. Поэтому сейчас едем туда, сейчас туда забежим, заберём. Дома сделаем распаковку. И там что-то ещё пришло, покажу, что именно. Сейчас только заправлюсь немножко. Кстати, у нас сегодня такой красивый закат. Облачно. Кайфовенько. Так, я всё забрал. Сейчас мы ищем домой. Меня Настенька присылает сейчас вот эту вот смс-ку. Дело в том, что воду всегда покупаем, а я сегодня уехал и забыл набрать. Вот они уже 4 часа без питьевой воды. И Настенька тоже, ну понятно. Так, сегодня же и праздник. Это войной даже. Поэтому мы сегодня вместе с вами сейчас отметим. Наконец-то купил торт Панчо. Очень долго его искал. Но это, конечно, не та фирма Филибейкер. Мне который очень нравится. Ну ладно, попробуем. Сегодня, значит, 1 сентября. Тёмка пошёл, так сказать, в онлайн-школу. Мирончику мы получили свидетельство о рождении. У Родиона тоже пошёл в школу под названием «Школа Артёма». Потому что всё, что сегодня изучил Артём, он пока меня дома не был, он начал перекидывать свои знания Родиону. Так что, можно сказать, он тоже учится в школе. Вот эта настёнка меня сегодня заменяет. Все дни готовил я, сегодня она делает такой вок. Единственное, что мы не купили гречную лапшу, вообще нигде её нет уже. Сколько недель, наверное, даже так сказать будет правильней. Поэтому купили бариловские толстые-плоские спагетти. Вот, получится вкусно, тища. Это не то пальто. Мамочка, ты можешь, пожалуйста, как-нибудь вот это? Нет, это не то. Вот, Филип Бейкер, это прям ништяк. А это? Мамочка, пожалуйста, помоги мне. Это у тебя какая-то непонятная тема. Ешь макароны. Смотрите. Ешь пасту давай. А что? Нет. Не балуй дай торчика. Мой торк вкуснее. Да. Этот человек топит, вообще не хочет просыпаться. Просыпайся. Просыпайся. Вот такой вот матрас мы приобрели. Это дополнение к нашей кроватке. Если вы не видели выпуск про кроватку, которую мы купили, то я оставляю ссылочку в описании данного видеоролика. Обязательно посмотрите. Но матрас, он на самом деле необходим. Вот так он называется. Заказывали мы в детском мире. Цена что-то 800 с чем-то рублей. Кокосовая прослойка. Он тверденький. Прям ништяк. Беленький, аккуратненький, красивый. Вот она наша кроватка. Здесь как бы есть матрасик, но это больше и подходит как бы к стульчику. Поэтому сюда покупается вот такой матрас. И уже малышу будет здесь гораздо комфортнее. Кстати, матрас, я вот сейчас увидел, имеет съемный чехол. Смотрите-ка. Видите? Можно, если что, снять и постирать. Идеально. Классно. И еще мы приобрели вот такое вот полотенце. Тоже так же заказали в детском мире. Здесь мочалочка, и оно как бы идет уголком. Единственное, что непонятно мне, цвет. Вот мы выбирали вот такой цвет. Согласитесь, цвет идеальный для кроватки. Но по факту в упаковке лежит вот это. Зеленый, непонятно к чему. А здесь отмечен цвет, что это такое. Вот. Вопросы это, конечно, к детскому миру. Так быть не должно. Да, ребята, непростой мне сегодня выдался день, но максимально успешен. Я сделал все, что запланировал, и вам показал. Все. Спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Ч-ч-ч-ч. В новом видеоролике. Пока. Пока. До деяло покроешь, выключишь опять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok